здравствуйте с вами людмила кто любит бисер как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых работ в этом ролике я покажу второй вариант пироканты я взяла специально для начинающих тот же самый материал чтобы вы могли бы сравнить как это выглядит и что вам больше понравится то и сможете для себя сделать это бусины 4 миллиметра бисер номер 10 зеленый и проволока номер 3 флор лента и я взяла стебелек небольшой я посмотрю потом сколько мне нужно например на я взяла где-то 16 17 сантиметров оставляю где-то три пальчика 3-4 пальчика проволоки беру 9 бисеринок 5 и 4 счету 9 и делаю петельку 5 оборотов 1 2 3 4 5 снова беру 9 бисеринок 5 и 4 9 подвожу беру как мне удобно и делаю следующую петельку следующую петельку закручиваю петельку до центральной проволочки и сразу поднимаю вверх теперь я делаю три оборота раз два три всего три оборота шахматном порядке буду делать снова беру пять и четыре девять бисеринок 9 подвожу беру чтоб неудобно было бы скрутить и скручиваю листик и сразу поправляю вверх снова три оборота раз два три пять и четыре и сразу поправляю вверх раз два три и снова девять бисеринок и делаю еще один листик скручиваю ножку взяла шесть бусинок соединяю пополам и скручиваю ножку теперь делаю обороты придерживаю за две бисеринки вот эти нижние и подкручиваю вот так подкрутила и и у меня одна бусинкой я прижимаю вниз вот прям когда кручу и вот видите пальчик мне упирается как раз в эту бусинку сначала скрутил и чуть-чуть вниз немножечко все ягодка ягодки у нас готово теперь соединяем соединяюсь вот так нужно прикладываю но не на самый край чтобы они примерно одинаково были я вот так пальчиком вот вот этим краем пальчика вот этим вот так прижимаю вот листики видите листик у меня виден вот так прижимаю как раз вот так проволочка у меня ли и я ее и скручиваю с этого места где держу все все что нужно для работы вот такую веточку сделать беру стебелек и мои веточки и 7 раз два три 4 5 6 7 их можно больше сделать тогда и кустик тоже будет более высоким закрепляю я флор ленту беру пучок ягодки должны смотреть на стебелек прикладываю видите у меня вот именно стебель и вот конечек одну или две проволочки закручиваю чтобы держалась и спокойненько закручиваю флор лентой лору ленту надо подтянуть чтобы она была бы липкой беру следующую веточку и прикладываю ягодками стволу все ягодки у меня будут прикручиваться к стволу прижала пальчиком несколько тут проволочка взяла закрутила и теперь иду флор лентой смотрите как я буду сейчас я буду как бы идти вниз вот у меня вот ягодки именно с этой стороны я буду прикручивать спиралькой так они пойдут вот прикладываю вот где кончается эти я веточки вот так прикладываю только рядом вот так вот видите приложила пальчиком пальчиками зажала подкрутила внизу немножко и теперь и теперь иду спокойно флор лентой теперь следующая веточка ориентируясь на последнюю прикладываю видите как я приложила зажимаю подкручиваю немножко буквально чуть-чуть и закрываю флор ленты беру следующую опять ориентируясь по последней веточки прикладываю ниже видите как будто они соединяются вот эти ягодки прижимаю держу подкрутила и теперь я закрываю флор ленты вот так пока не дойду до самого низа у меня 7 веточек еще две прикручу сейчас я прикрутила немножечко прошла с флор лентой теперь зеленая немножечко мы раскрываем ягодки мы не трогаем а зеленые чуть-чуть раскрываем чтобы они смотрели в разные стороны вот немножечко раскрыла а ягодки остаются на месте и немножко обратно прижимаю вот такая веточка у меня получилось вот я сделала 6 веточек таких можно сделать больше тогда кустик будет более густой и также можно сделать их подлиннее это уже смотрите как какой у вас горшочек и как вы хотите создать композицию теперь я буду собирать кустик беру веточку и добавляю по кругу эту веточку центрально чуть может быть повыше чем другие поставлю вот смотрите немножечко отгибаю потому что у не остальные все пойдут по кругу проволочкой вниз только не надо у самых листиков крутить немножко ниже пальчик хотя бы оставьте так как это первое я пройдусь еще вниз и обратно и теперь я буду прикручивать на одном месте по кругу беру следующую прикладываю и немножечко отодвигаю можно это и потом сделать но чтобы листики сильно не помялись немножечко от вот видите отодвинула вот у меня высокая центральная а я при иду теперь просто по кругу опять его так чуть-чуть отодвинулась эти немножечко согнула и на одном месте кручу на одном месте и опять вот так немножечко согнула опять прикладываю и прикручиваю и последнюю веточку смотрите видите тут я тоже не к самым листиком прикручиваю потому что они тогда просто листики и сами себя забьют слишком густо будет поэтому оставляйте тоже вот этот немножечко хотя бы пальчик чтобы они не забивали бы сами себя вот так и прикручиваю последнюю веточку прикрутить надо очень хорошо чтобы потом ничего не крутилась я до конца докручивать не буду так как у меня тут проволочки я сделаю зонтик что посадить в горшочек беру флор ленту растягиваю когда работаете с флор лентой старайтесь за бисер руками не трогать когда бисер флор ленты с клеем и бисер становится тусклым поэтому поэтому постарайтесь его не трогать бисер чтобы остался блеск и закрываю флор лентой там где я покрутила дополнительной проволочкой все легко просто я специально сделала с одного материала для начинающих чтобы вы могли бы выбрать и вам проще было бы ориентироваться что даже сборка если собрать по-разному смотрится по тоже по-разному так что можно делать одинаково детали одинаково можно делать а соберете по-разному и разные композиции получается вот я сделала такой зонтик который пойдет у меня в горшочек я тоже в камушке положу кто работает с гипсом значит сажаем в гипс и вот теперь можно расправить немножечко чтобы по пушистей было можно больше веточек сделать это я только сделала всего получается 6 веточек одна в центре остальные по кругу и теперь можно уже немножечко распределить уже листики зеленые чтобы пушистей наш кустик был также можно конечно декоративные веточки сделать смотри что вы хотите так вот так распределяем веточки зелененькие это тройка поэтому очень легко можно все расправить примерно вот так единственная верху единственная верхушки я не трогала остальные вот так пальчиком распушила получился я насыпала камушки можно гипсом и потом я заливаю клеем пва который становится прозрачным и я заливаю камушки сверху не до самого дна я лью клей а вот так я выдавливаю клей и наверху у меня все белое и оставляю клей сам протечет ниже и все когда высохнет все плотно будет хорошо держаться вот такая пирокан то у меня получилось если хотите то можно делать и загибы у меня тут более ровную я сделала можно изогнуть как вам вот как хотите так и и делайте в одну сторону изогнули можно два-три загиба сделать но тут у меня маленький кустик ну и можно сделать с несколькими загибами в одну сторону а потом другую тогда и получается несколько таких загибов вот примерно вот так загнуть можно если вы сделаете подлиннее то вообще красота будет вот вот такая пирокан то у меня получилось два варианта для вас сделала надеюсь что вам понравились мои кустики пишите комментарии я их читаю и так я ориентируюсь кто меня больше смотрит если смотрят пишут больше новички значит и новичкам вот такой подарок два варианта пироканты до свидания кто кто в кто Продолжение следует...